Армения и Азербайджан согласились на демаркацию границ. Кирилл, вы думаете, это результат двусторонной общения или есть конкретное влияние, внешнее влияние на процесс? Нет, внешнее влияние, разумеется, есть. Армения, таким образом, передает некий пас своим иностранным партнерам. Она пытается заработать моральные очки тем, что мы идем на компромисс, мы признаем территорию азербайджанской. В частности, четыре приграничных села, да, они приграничные, да, они важны с точки зрения безопасности Армении, тем не менее, они азербайджанские. Вот, и этот, как бы, по-моему, этот моральный пас, он позволит Армении, как считают веревания, вот, в будущем апеллировать к нему, что если Азербайджан начнет принимать какие-то неконструктивные шаги, какие-то, вот, резкие, то можно будет сказать, что с нашей стороны все было в порядке. Вот, и более того, вы знаете, что есть куча территорий вдоль границы, где территории должен передавать Азербайджан, но начали с тех, где передавать должна Армения. Вот, справедливо ли это? Ну, вопросы, вопросы есть, но в целом, по-моему, это такое, это инструмент слабых, откровенно сказать, но это инструмент, поэтому, безусловно, безусловно, Армения не может вести диалог с Азербайджаном без опоры на каких-то внешних партнеров, она с ними, на связи, она с ними советуется. Ну, просто потому, что слишком огромный дисбаланс сил, вот. Разговор на равных возможен между равными, а здесь, ну, объективно говоря, ни о каком равенстве речь не идет. — Оппозиция требует приостановить демаркацию границ, Кирилл. Есть уже первые признаки, что внутриполитическая ситуация накалится. — Есть, посмотрим, что будет завтра. Завтра же марш обещает дойти до Еревана. Вот, посмотрим на их, скажем так, потенциал, потому что, ну, мы видели, мы видели, что предлагала оппозиция раньше, какие, как она показывала свои возможности. Вот, если это будет опять 10 тысяч человек, 10 тысяч человек, это, безусловно, немало, но это, это не то, это не то. То есть, если после войны, после войны, давайте вспомним, что вот зимой, зимой, весной 21 года, на пике оппозиция демонстрировала около 20 тысяч человек. Ну, нет. Плюс, плюс обычно, как-то так уж получается, я заметил, митинги в Ереване очень сильно зависят от погоды. Сейчас погода в Ереване не самая майская, там есть вот дожди, поэтому от чего угодно может зависеть этот политический демарш оппозиции. Но, не знаю, я не готов, не готов проверить, что это как-то серьезно собьет страну с курса, которую она выбрала. Да. Давайте еще учитывать влияние Москвы на этот процесс, если оно есть. Ну, информационно, по крайней мере, оно есть. То есть, вполне очевидно, что российские ресурсы, многие, они поддерживают, они подсвечивают деятельность Мики Бадаляна, в какой-то степени церкви, как бы, сочувствие с этой, скажем так, такой вот российской, патриотической, такой Z-пропагандистской машины, оно в их пользу есть. Но, по-моему, опять же, сложно сказать, чтобы Москва была готова на какой-то резкий шаг, на какую-то вот прям ставку, потому что эта ставка может не сыграть. То есть, как-то вот подпитывать, аккуратно подначивать этих людей, чтобы они ослабляли Пашиняна, чтобы они заставляли Пашиняна ерзать на стуле, это инструмент. Но полностью скинуть Пашиняна в Москве невозможно, потому что неким его заменить. То есть, по-моему, в Москве прекрасно осознают, что нет политика, который готов в полной мере найти поддержку и быть более популярным, более эффективным, чем вот нынешний руководитель Армении, который, безусловно, сейчас находится, ну, в своей самой слабой позиции, да. Это тоже надо признавать. То есть, народный любимец в 2018 году, в общем-то, сейчас вынужден балансировать, конечно, да. Да, но вместо него никого не находится, ну, серьезно. Но есть популярные люди. Я знаю, что вот есть, как бы, вот Баграт по-своему популярен, да, Сарбазан. Есть более молодые представители духовенства. Но, во-первых, это не политики, а среди политиков как-то вот тех, кого можно представить в кресле, да нет таких людей. Да. Кирилл, скажите, возможность подписания мирного договора, стороны об этом часто говорят сейчас, реальна до конца этого года? Слушайте, ну, мы об этом говорили перед началом 2023 года, затем перед началом 2024, и теперь мы говорим до конца, да, по-моему, этому процессу совершенно все равно на перемену дат. Вот, этому процессу совершенно все равно, когда мы ставим елку дома, да, и отмечаем новогодние праздники. Он развивается по своей логике. И, ну что, ну да, в целом, в целом стороны близки. Когда именно будет прорван вот этот вот последний рубеж, последний рубеж, связанный с, очевидно, коммуникациями, очевидно, там, границей. Пока, пока что вот такая вот, пока не, нет четкой ясности, как дальше будет идти делимитация границы. Вряд ли что-то будет. Но, видите, вот, например, по Зангизурскому коридору Ильчина Мирбеков в интервью газете «Дитсайт» сделал такое очень обнадеживающее заявление, по крайней мере. Вот, то есть, примерно с конца прошлого года Азербайджан сменил риторику относительно Зангизурского коридора с «если Армения откажется, будет война», до «если Армения откажется, мы пойдем через Иран». Армения будет в изоляции, как они говорят, Армении будет очень плохо. Но, дай бог, чтобы так и было. Да, и, кстати, изменила риторику и Турции. Можно было скинуть с этой, съехать с этой темы без скатывания в эскалацию. Да. Вы Грузию считаете постсоветским пространством, Кирилл? Это очень философский вопрос. Ну, сейчас, надо сказать, что в целом, да, это... То есть, существует такой вопрос, корректно ли вообще сейчас говорить о постсоветском пространстве, или есть Южный Кавказ, там Центральная Азия, и там некоторые страны Восточной Европы. Но что ожидает постсоветскому пространству в ближайшем будущем, это можно сказать уже. Ну, как бы, его ждет пересмотр идентичности. А Грузия, ну, учитывая, что именно сейчас Грузия вынуждена в такой большой степени делать ставку на своих соседей, на Россию в том числе, как бы, ну, скажем так, брать во внимание то, что она ограничит с Россией, да, можно сказать, что это постсоветское пространство. Это остается, как бы, в значительной степени русскоязычной следой. И видите, как бы, каких бы ни было, каких бы ни были взглядов люди, им не все равно на то, что происходит в Грузии. То есть, российские релаканты, либералы, они, скажем так, предупреждают Грузию, они вот ее вот так вот грозят пальцем, говорят, посмотрите, что у нас в России происходит, зачем вы идете примерно по этому пути, там, с законом об иноагентах. Другие люди говорят, что наоборот, замечательно, что Грузия, скажем так, отодвинула в сторону вот эту свою, этот прозападный вектор, она, как бы, делает ставку на реализм, да, реалполитик. Но, да, что, как бы, будучи соседом России, нельзя, нельзя не брать этого внимания, если об этом ваш вопрос. Да, и последнее. Для Кавказских республик немаловажно, как закончится борьба за Грузию. Безусловно. Да, посмотрим, чем закончится это. Во всяком случае, в Армении очень интересуются политическим развитием событий в Грузии. Да, кстати, третье чтение законопроекта об иноагентах состоится 13 мая на днях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова